жанна здравствуйте спасибо что согласились на интервью и вот я хотел начать наш разговор с такого ощущения сюрреализма потому что перед тем как случилась война 24 февраля вот были разговоры что это может быть что вполне возможно что это случится но многие в это не верили в том числе и политологи потом это случилось затем история с мобилизацией говорили о том что это может быть но опять же не кажется что не верили в то что это произойдет вот какие у вас были ощущения вы допускали вероятность того что сейчас происходит я не верила что возможно война мне казалось что это такое табу как я даже боюсь сравнивать с чем не казалось что это табу что не могут два настолько близких народа россии и украина русские украинцы воевать друг с другом 24 февраля все перевернуло поэтому я считаю что сейчас для российской власти все табу сняты нет никаких пределов нет никакой морали но ее не было давно а сейчас это стало просто более чем очевидно поэтому возможно все и миллионные новобранцы которые будут отправлены и брошены в эту долгу и и страшные жертвы и гулаг и и и и полнейшее бесправие вы чувствовали эти изменения когда работали на телевидении мы просто говорили с фаридой курбангали вы она выходила в наш эфир и она рассказывала как менялась российское телевидение как вот эти гайки начинали закручиваться вот у вас было понимание что ну все идет куда-то вот в эту сторону по телевизионным на работе с момента когда путин пришел власти прошло 22 года эти 22 года изменения происходили постепенно были конечно какие-то очень важные этапы которые в основном совпадали с концом президентского срока потому что нужно было предпринять усилия и выйти на следующий этап я совсем недавно смотрела программу времена которые вышли в эфир в июле 21 пардон 2001 года и мы с с владимиром владимировичем познером в этой программе рассматривали итоги девяти месяцев пока программа выходила в эфир в принципе все что происходило в это время за это время был частности курск за это время много чего происходило я была потрясена насколько свободно мы могли говорить об этом насколько все было там кстати в в этой программе были две свежие головы что в общем было неожиданно для самой программы обычно это был какой нибудь чиновник или какой нибудь смекер как теперь говорят и плюс человек который называется свежая голова тот кто не имеет отношения не к политике не к принятию решения а просто сторонним взглядом смотрит на события которые происходили на текущей неделе у нас было две свежие головы это была татьяна никитовична толстая и никита церквич михалков две таких полярных фигуры совершенно потрясающе было интересно следить за их пикировками и даже то что они говорили эти люди михалков частности теперь абсолютно реакционный персонаж в общем в общем были можно сказать вполне себе откровенны и если брать это для меня как отправная точка то конечно все потом окно возможностей для свободного выражения своих мыслей и для свободного обмена информации сужало с каждым годом мы пришли туда куда мы пришли я недавно тут следила за тем как программа время освещает события просто мне было интересно как все это происходит это было две недели тому назад когда развивались события вокруг запорожской аэс и на той же неделе уже ближе к концу недели началось стремиться на наступление украинской армии которая почти вытеснила российскую армию и россия потеряла все что она военным способом захватила на украинской территории так вот когда была украинская аэс и весь мир ну я то сравниваю конечно с европейскими сми за которыми слежу пристально с наступлением второго чернобыля это было страшно опасно о чем путин приехал на дальний восток для участия дальневосточном экономическом форме и первый материал о том что россия должна поднапрячься и построить достаточное количество курортов своей территории с тем чтобы 10 миллионов россиян могли бы отдыхать во время своих отпусков на родине затем когда в новостях все говорили о том что украина наконец-то разворачивает ход войны и отвоевывает свои территории мы открывали самое большое в европе колесо осмотри колесо обозрение колесо обозрения да который на следующий день пристала работать кстати вот 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 туда мы пришли вот мы знаем откуда мы шли 90-е годы особенно конец 90-х годов уже вполне была себе зрелая журналистика там много конечно есть нюансов которые связаны с кому принадлежала это сми с борьбой между собственниками того или иного телеканала или средства массовой информации газеты но мы могли говорить мы могли обсуждать эти проблемы теперь у нас нет такой возможности у общества нет возможности обсуждать свои проблемы мы слышим только один источник информации только кремль она взгляд когда произошел тот перелом потому что я пытаюсь смоделировать вот когда я пришел в журналистику вдохновлялся журналистами 90-х годов там можно вспомнить и поздно владимир владимирович которым до сих пор благодарен что когда мы даже были маленьким каналом ю тубе он всегда к нам приходил ни разу нам не отказал я это ценю несмотря на то что сейчас в отношении владимир владимирович но много много разного высказывается почему он молчит я задам еще этот вопрос к чему вот мой такой небольшой монолог к тому почему на ваш взгляд журналисты среди ведь среди работников федеральных каналов скорее всего много людей которые все понимают когда был упущен этот момент когда произошел отказ от тех ценностей которые для журналистов были важны там в 90 начале нулевых годов для русской журналистики как вы считаете эффективное мнение наверное мне кажется все было заложено все равно в 90-е годы когда происходило вот это вот распределение собственности когда каждый уважающий себя в кавычках олигарх считал необходимым завестить каким-нибудь средством массовой информации телеканалом или газетой чтобы через эту трубу дудить свою правду но хорошо было то что было разных таких средств массовой информации каждый делал в свою трубу и можно было выбирать слушать этот голос слушать другой голос это в общем-то и называется демократией когда у тебя есть выбор когда наступил этот перелом мне кажется самый первый компромисс на который пошли все случился в девяносто шестом году когда ельц он шел на второй президентский срок его рейтинг колебался от 3 до 5 процентов у него не было никакого шанса быть избранным дума в то время уже принадлежала коммунистам и было большинство и и собрались все главные люди из сми и договорились мы не хотим возвращение коммунизма мы не хотим обратно от цензуры не хотим обратно советский союз мы хотим жить демократической стране они договорились помогать ельцам они сделали его президентом несмотря на и вот эта радость победы возможность за того что ты можешь определять политическое руководство страны подкрутить где-то свои медийные кнопки вот мне кажется она и снесла головы слушал такую точку зрения что владимир путин извлек для себя уроки из освещения первой чеченской войны что когда нтв показывала в том числе и вторую сторону и все видели как это происходило он понял что так нельзя и дальше после первой чеченской когда уже началась 2 контртеррористическая операция как она называлась выводы были сделаны гайки были закручены насколько справедливый тезис вот как вы считаете не знаю это надо погружаться события 20 летней давности анализировать их сегодняшнюю точку зрения но я припоминаю в 2000 2000 году в 2000 году когда случился курск в августе ведь тогда мы были неслыхано открыты по моему российские камеры не пустили только в зал где путин встречался с семьями подводников были ограничения тогда но в принципе еще можно было говорить а ведь уже шла вторая чеченская кампания я думаю да и тогда и тогда путина очень критиковали и делали это открыто и делали это и федеральных сми я думаю что постепенно это как-то все начинало сгущаться именно именно с приходом к власти именно с приходом к власти может быть вы помните в 2000 году в январе была такая программа куклы она конечно была раньше еще в середине 90-х годов на канале НТВ это был такой аналог британской знаменитой сатирической программы паблиц где изготовленные кукли куклы в виде я напоминаю просто слушателям те которые не были очевидцами свидетельны которые в образе известных персонажей политиков чиновников или даже поп звезд обсуждали текущие события она выходила раз в неделю по воскресеньям после итоговой программы пользовалась бешеной популярностью и один из выпусков назывался крошка цахис совершенно чумовая программа невероятная по своей жесткости и и и и сатирическому заряду за главным героем был только что и о только что назначенный и о президента владимира владимировича путина история крошка цахис это сказка фантастическая сказка гофмана где не видно незаметный небольшой неказистый некрасивый уродливый и чрезвычайно злой человечек все его над ним издеваются и вот одна добрая фея из хороших побуждений дает ему такое некое волшебство что вот он может все что не делает все смотрят на это совсем другими глазами он кажется прекрасным все что не делает это кажется добрым великолепным есть только это колдовство это можно нарушить только вывыв у него три волоска с головы и вот в этой программе ровно это и происходит она начинается с того что яльцин стоит над колыбелью в колыбеле лежит путин и он говорит как же так я демократ до мозга костей родил вот это чудовище говорят что эта программа вызвала невероятный гнев в кремле и она отчасти в общем и положила другие конечно были события тоже но она была одним мощным одним из мощнейших аргументов закрыть эту программу пытались закрывать его времена ельцина но так и не смогли то что ельцин с большим уважением относился вообще ко всему журналистскому комплексу корпусу вот но и вот вся эта болезненная история с развалом НТВ в 2000-2001 годах отчасти и вот вот эту программу смеяться над первыми лицами в россии нынешней нельзя и это очень сильно оружие это смех получается что это очень личная история то есть это не только конечно 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 этот маленький неказистый человечек невеликого ума троечник не добившихся не добившийся больших званий на своей первой работе вдруг получил власть это потрясающая шанс экспировская история когда никто превращается в кого-то но кстати ведь тефи в своих воспоминаниях примерно так описывала ленина если прочитать с юмором и как раз примерно вот те же формулировки она использовала не читали воспоминания тефи там как раз вот очень аналогии у меня возникли но знаете вот что интересно как проходила ну скажем такая адаптация потому что вот константин нерс человек который возглавляет первый канал человек который вышел там центральная молодежная редакция центрального телевидения программа взгляд стоял у истоков и в общем то как говорят люди которые выступали на нашем эфире человек достаточно сильной либеральной составляющей внутри вот как вы считаете насколько тяжело ему было адаптироваться и почему он сделал такой выбор если делал конечно уф вы задаете мне вопрос который должен отвечать сам константин львович я не знаю для меня это тоже шок и нет объяснения этому я не понимаю я не понимаю как происходят эти трансформации я не понимаю как происходит трансформация с добродеевым который был одним из основателей нтв свое время телеканал имевший своим лозунгом новости нашей профессии который диктовал таким должна быть журналистика новостная в первую очередь который показывал невероятно высокий уровень и этот человек сейчас возглавляет огромную корпорацию россии в которой работают соловьев которые работают киселев который льет все это каждый день 24 часа в сутки эту пропаганду с из радио из экрана из всех утюгов на ваш взгляд это такой банальный вопрос конечно про то наркотик ли эфир но вот наблюдая за соловьевым и наблюдая за тем сколько его в этом информационном пространстве то есть он вещает каждый день на телевидении на радио в ю тубе но в ю тубе уже нет там в рутубе и так далее и это уже что-то но чисто даже эмоционально и физически это очень сложно как мне кажется выдержать вот это ведь что-то не про деньги как мне кажется вот как вы думаете соловьев это не про деньги все таки или или это про деньги но такой уровень ненависти конечно только деньгами нельзя объяснить но ведь интересно ведь соловьев тоже начинал на радиостанции и он был сотрудником телеканала дождь которые не так давно закрыли который пытается подняться снова сейчас абсолютно оппозиционный демократический источник информации телеканал видите тоже человеком произошли невероятные трансформационные изменения как откуда что почему он все время в эфире ну я думаю что поскольку в определенное время с началом операции с началом войны невозможно было ставить в эфир развлекательные программы даже программу здоровья она бы выглядела там совершенно непонятно поэтому нужно было убедить аудиторию в том что то что происходит это происходит правильно это должно происходить у соловьева потрясающий дар говорит без остановки складно красиво убедительно но я смотрю как меняется его лицо с течением времени она становится страшной маской это лицо монстра вот поэтому его присутствие на экране объяснимо нужно затыкать эту дыру конечно делает ли он это за деньги но наверное за день наверное можно же купать эти виллы на озере кома или не помню у кого там это вилла была экспроприирована конечно и денежная составляющая здесь играет и и конечно этот сладкий момент я близок к власти и значит я тоже я ее немножко обладаю вот система вот интересно ваше ощущение вы чувствовали что система телевизионная вот эта машина пытается вас перемолоть вот когда у вас если сработали эти предохранители и срабатывали ли они ну конечно ведь без как бы ты не можешь жесткая дисциплина конечно да если ты не такой если ты нарушаешь тебя отстраняют от эфира или не пускают тебя на какие-то ответственные участки работы я почувствовала это все в 2005 году когда он вступил второй президентский срок нынешнего лидера и нужно было думать а что дальше и было решено что дальше об этом конечно было не объявлено вслух но это стало совершенно очевидно по например нашему телевизору потому что медведеву мы должны были показывать каждый день чтобы он не сделал чтобы он не сказал какое незначительное событие он не осветил своим посещением и и так было до самих выборов то есть человеку который рейтинг которого был премьер-министром к тому моменту 30 процентов как у политика не так уж и много надо сказать победил в 2008 году с рейтингом там 70 процентов эти 70 процентов надо было как-то поднять на гора и поднимали именно с помощью телевизора и стране происходило много чего с 2005 по 2008 год но на первом месте уже тогда выдвигались постепенно первые лица путин и и медведев потому что это было главное между ними вернее после информации про путина или про медведева нельзя было ставить ничего негативного катастрофы какие-то проблемы трагедии взять на должна быть некая такая прослойка из другой информации чтобы сделать как бы такую эмоциональную отбивку чтобы не было эмоциональной прямой связи между тем что случилось где-то какая-то беда и вот у нас власть а что она скажет как она отреагирует и никак она не скажет никак не отреагирует неважно кремль тут а проблема здесь разных местах и это становилось уже очевидно в 2005 году собственно поэтому и ушла из ведущих потому что я не хотел чтобы это все ассоциировалось именно со мной то есть методички были вот те самые пресловутые легендарные методички которые присылают из кремля там или звонят по вертушке и говорят как нужно вести выпуск программы время все это не выдумка и не миф я никогда не видела этих методичек я думаю что круг посвященных все таки был довольно достаточно узок не забываем кто у нас власти сейчас находится исключительно сотрудники федеральной службы безопасности не так ли все они так или иначе либо работали либо служили либо восстановляли эту огромную структуру вот поэтому нет сами по себе я не видела этих бумажек но общение ведь рабочее общение особенно в новостях не происходит в письменном виде это вот когда нужно принимать очень быстро решение поэтому это все устно это все так мы говорим так мы не говорим так и это ты запоминаешь если ты не запоминаешь у нас есть разные степени защиты и контроля поэтому все равно фильтр работает левая информация ненужные слова не проскочит а если проскочит то виновный будет жестоко наказан задают вопросы наши зрители в том числе в телеграме мы спрашивали у них что бы вы хотели спросить у вас и вот спрашивают про екатерину андрееву как вы считаете она трансформировалась и ведущая программа время просто напомню или такой была всегда мы работали с ней в разные недели и поэтому частных разговоров у нас не было почти не припоминаю честно говоря поэтому про трансформацию ничего сказать не могу но мне кажется что поскольку она работает до сих пор в кадре и был период когда и убрали из кадра но она сделала все чтобы туда вернуться поэтому не думаю что трансформация была такой уж прям радикально мне почти так было всегда еще вопрос вот появление на смену ведущих которые там ну вот сорокина метков но меткова не ведущая но она на нтв остается вот такие как ольга скобеева это примета времени то есть появление более агрессивных ну к журналистике это мало что мало какое отношение имеет но тем не менее это вот такой неосознанный кастинг или осознанный кастинг вот как вы считаете ничего неосознанного у нас нет в телевизоре у нас все осознанное любой человек который там появляется он прошел фильтр он из списка там нет никого кто просто пришел с улицы а сейчас особенно поэтому эта интонация нагнетания ненависти и зла это тоже был осознанный выбор и это тоже была одна из ступеней к тому почему они сейчас пришли я в этом убеждена а человек из списка кто эти списки составляет вы будете высоко 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 то есть самое главное получается владимир пусин лично утверждает я не знаю самый главный пишет администрации все равно они уже есть миллион помощников из пресс-служба есть люди которые специально следят за эфиром каждого телеканала в начале нашего разговора вы упомянули владимира поздно и один из самых популярных вопросов который звучит в интернете почему поздно молчит у вас есть ответ на этот вопрос это для меня большой тоже знак вопроса я бы хотела знать почему он молчит это признаться мне горько вот это молчание очень громко но вам больно потому что вы много проработали у вас хорошие отношения или вот по какой причине не только поэтому но главным образом потому что он авторитет для очень многих россиян его слова очень много бы значило я более чем уверена что он не согласен с тем что происходит я у меня не было с ним общение я говорю мои предположения мои ощущения но его молчание означает поддержку я не думаю это то чего он хотел бы сейчас своим образом достигнуть сейчас очень много говорят о том должен ли известный человек высказаться не должен ли нужно ли скажем обращаться к известному человеку если он не сказал с требованием обязательно что-то сказать вот как вы считаете сейчас действительно важно всем известным людям у которых есть аудитория проговорить свою позицию или может быть все таки остается возможность промолчать вот конечно всегда выбор каждого но мне кажется что мы пришли к такой точке когда вот нужен краю пропасти уже все рушится и молчать опасно опасно говорить но молчать мне кажется еще опаснее поэтому я за то чтобы люди высказывались мы молчали столько времени сколько можно сегодня я видела очень страшные кадры снятые в якутии это видимо двор военкомата и людей уводят в увозят куда-то на сборный пункт и небольшая суета какие-то обычные разговоры но было ощущение абсолютного движения стада молчаливого стада и и невыносимо больно видеть это все люди не протестуют вопрос из нашего чата чувствуете ли вы себя виноваты в том что это произошло потому что вы работали на федеральном канале работали долго и вот вопрос несколько даже зрители спросили вот как вы считаете если там ваша вина я считаю что если на всех в том что происходит и моя конечно тоже я думаю что каждый должен сам себя спросить тоже насколько явина да извините да можно ли здесь вот как раз коллективная вина коллективная ответственность эта дискуссия идет очень активно в том числе в социальных сетях вот если астрагироваться от телевидения вообще посмотреть на людей там с российским гражданством или с русским языком языком как родным они тоже виноваты вот разделяясь эту точку зрения то что виноваты все кто допустим говорит и думает на русском языке потому что владимир путин пришел к власти или это не совсем правильно я против конечно уравниловки я повторю свой тезис виноваты все да но каждый по-своему и каждый должен но мне кажется что нужно как-то определить свою меру вины можно ведь копать гораздо дальше откуда у нас вот этот великорусский шовинизм он ведь есть у нас в каждом это начиналось с пренебрежение к людям другой национальности даже если мы все принадлежали одной стране все что за уралом люди которые принадлежат к другой этнисити как сказать другой национальной группе азиаты как ним относились эти русские с каким пренебрежением какой позор какой стыд мне стыдно за нашу конституцию в которой окей мы общим скопом голосовали за все поправки в девятнадцатом нет простите в двадцать первом году мне стыдней всего за поправку где написано где указано что русские это государство образующий народ черт побери государство образующий народ татары буряты якуты евреи башкиры украинцы те же которые живут в россии это не государство образующий народ если все потихонечку как луковицу расшелушивать нашу культуру она вся состоит вот из вклада всех этих народов в итоге ничего не останется в итоге это и есть русский российский человек так вот не русский человек российский человек государство образующий это абсолютно фашистская идея которая вложена в нашу конституцию вот оттуда я считаю что понемножку по капельке по чуть-чуть но каждый свой кирпичик положил в эту в эту в эту ужасную стену зла еще вопрос спрашивают вас на натали понимала ли жанна когда получала награды которые вернула в кремль сейчас какая власть ее награждает спасибо у меня две награды одна из них медаль ордена за заслуги перед отечеством не помню какой-то степени я не получала мне ее просто прислали в коробочке уже постфактум я узнала об этом постфактум и у меня не было возможности не брать эту эту награду вторую награду слушайте ну это такой соблазн знаете вот соблазн красивая награда я почитала список тех кто удостоен ордена дружбы речь идет об ордене дружбы и мне как-то стало так приятно встать в один ряд с этими людьми поэтому я очень долго не могла решиться что-то сделать с этими с этими наградами потому что мне казалось что все-таки государственная награда сама по себе не виновата и тем более те люди которые действительно достойны этой награды которые сделали очень много и для дружбы и для отечества поэтому вот просто вчерашнее объявление мобилизации было для меня последней каплей я поняла что надо просто отправить это туда откуда пришли какая была реакция то есть кто-то вам написал после этого может быть кто-то поддержал а кто-то наоборот угрожал или там какие-то негативные комментарии вы получили после львиная доля поддержавших и спасибо всем огромное это большая эмоциональная поддержка для меня тоже и потом люди видели как много их тех кто думает так же как и я были негативные комментарии я говорю про соцсети мне стало любопытно кто те кто пишет эти негативные комментарии львиная доля из негативных комментариев которых было совсем немного боты люди которые за деньги пишут гадости а может быть думают по-другому я честно скажу не успел посмотреть не взяли ли вас в оборот именно там соловьев симонян и так далее но обычно они эти темы берут в оборот и начинается такая история травли ожидайте потом если увидите да если в телеграм-каналах это все появится но я еще хотел вернуться к теме общения вы с кем-то общаетесь из коллег из бывших коллег из тех кто работал на федеральный канал если кто возможно работает на федеральных каналах и продолжает работать то есть это закрытая нет это закрытая для меня закрытые под общение уже для меня нет ни с кем не общаюсь а вот разочарование такие чисто человеческие многие вспоминают там киселев меткова люди которые в девяносто первом были на стороне демократии даже получали награды от литвы потом кстати эти награды были аннулированы вот вот как казалось бы превращаться меткова молчит но она в административной должности киселев не молчит все мы его знаем а светлана сорокин например она выбрала другую сторону она говорит и она говорит о том что это война преступление она не боится и вот для меня просто интересно как люди которые ну скажем опять же я возвращаюсь к тому вопросу который задавал которые формировали представление о русской журналистике телевизионной русской журналистике которые многие вдохновили в том числе из людей моего поколения и вот сейчас мы наблюдаем то что наблюдаем слушайте ну на самом деле конечно вот как бы мы все призываем давайте встанем на сторону добра на сторону света потому что это правильно потому что надо быть за любовь за дружбу за добро но это такой трудный выбор для каждого потому что каждый все равно делает это сам собой не потому не семьей даже а внутри себя и это крайне крайне сложно потому что ты знаешь что на другой стороне возможный арест возможна тюрьма или может быть даже там я не знаю передовая фронт те кто вышел вчера с протестом в москве в питере в других городах как пишут независимые средства массовой информации были схвачены и отправлены и всем выписана повестка военкомат и это страшно и ты прекрасно понимаешь что это не невинное развлечение ты не просто сказал несколько слов и и в общем высказал свою позицию ты хороший чистый белый пушистый ты понимаешь что за эти слова тебе наверное придется отвечать скорее всего придется отвечать и это страшно но этот выбор надо делать говорят что самая тьма сгущается перед рассветом если вот в завершении нашего разговора хотел вас просить выход есть сейчас видите ли вы этот свет конца туннеля знаете ну пересмотрите еще раз фильм молчание ягнят вот вот когда мы молчим как бараны так мы и попадем все в суд выход есть выход есть но мы этот выход этот выход мы я вспомнил брехта помнись у него есть идут бараны бьют барабана кожи для барабанов дают сами баран да красивая страшная фраза страшная фраза это не может продолжаться вечно вот все однажды заканчивается рано или поздно через пару недель этому человеку исполнится 70 это уже довольно приличный возраст 70 лет мы не должны позволить ему увести с собой в могилу всех нас у нас есть дети за ними будущее и мы на светлой стороне спасибо вам за этот разговор и спасибо что согласились с нами встретиться жанна агалакова была сегодня гостей программы грянул грамм спасибо и всего доброго спасибо